Помоги соседу! Вчера, 30 апреля, жители Васильевского острова домой добирались непривычным способом. Или на бесплатном общественном наземном транспорте, или их подвезли незнакомцы. А сегодня они вновь выбирают метро. Сегодня, 4 апреля, станции метро Васильевского острова начали работу в обычном штатном режиме. Ну, я приехал в метро, куда деваться? Я ехал с площади Мужества и на Васильевске. Трудно по-другому добраться. Это настолько все непредсказуемо, что трудно очень сказать, где опаснее, где не опаснее. Но, во всяком случае, об этом думать не надо. Все время об этом думать. Просто можно сойти с ума. Напомним, вчера, 3 апреля, после взрыва на станции Технологический институт, Петербургский метрополитен прекратил обслуживание пассажиров на всех ветках. По городу петербуржцы перемещались или на бесплатном общественном транспорте, который двигался по маршрутам, дублирующим все ветки метро, или на бесплатных автобусах. По Селеостровскому районе было добавлено 22 автобуса и троллейбусы. А на западном скоростном диаметре для свободного проезда автотранспорта открыли все шлагбаумы. Да и сами жители выехали на дороге, чтобы помочь другим добраться домой. Моя мама голосовала. Ее подвезла женщина с детьми на своей машине. Со среднего проспекта она вот не знала, как ей можно доехать на другую часть Васильевского острова. И остановилась дорогая иномарка рядом. Она стояла на остановке с еще несколькими людьми. На этой иномарке была приклеена наскоро распечатанная табличка «Весь Васильевский остров». И бесплатно развез всех людей прямо по адресам. То есть там, где люди на Васильевском жили, туда всех и доставил. Кстати, некоторые кафе и рестораны всем добирающимся домой предоставили бесплатный горячий суп и кофе. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!